Здравствуйте! 2019-й становится историей. Одни провожают его с легким сердцем, другие не хотят отпускать что-то важное и дорогое, что в нем было. Давайте перелистаем календарь уходящего года вместе и вспомним о важных событиях города, в котором мы живем. Январь – юбилейная дата снятия блокады Ленинграда. Эскитимским блокадникам вручают медали. В начале года их было пятеро, сейчас – трое. 75 лет назад в кольце смерти все пытались выжить. У Виктора Павлова это получилось. Это не моя заслуга, а это мой долг перед теми, кто остался в Ленинграде. А я выжил. Они остались. А их осталось около полутора миллионов. Волна ложных сообщений о минировании зданий прокатилась по всей области. Сообщения от интернет-мошенников о том, что здание заминировано, получили в двух администрациях и больнице Эскитима. Секретарю в приемной администрации поступило по электронной почте сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Она передала его главе города и поступила команда эвакуироваться. Первое в году землетрясение не заставило себя долго ждать. В 2019-м эскитимцы минимум четырежды станут свидетелями этого явления. Самые сильные толчки произошли в январе и октябре. Два землетрясения одинаковой силы, они говорят, что напряжения не разряжены и надо ожидать еще более сильного, которого разрядят, скорее всего. То есть опасность того, что будут более крупные землетрясения в этой зоне у нас существует. Несмотря на многочисленные митинги протестов, в том числе эскитимцев, наше правительство все же постановило, что женщины выходят на пенсию в 60, а мужчины в 65 лет. Причем вырос не только пенсионный возраст, но и трудовой стаж. Эскитимцам начинают разъяснять, как согласно реформе они теперь будут уходить на заслуженный отдых и в каком порядке им станут начислять пенсию. Повышение будет постепенное. Сколько ни готовься, а готов к ней все равно не будешь. Так об Афганистане говорят боевые офицеры. Вот уже 30 лет прошло, как с юго-запада Азии вывели войска. При обстреле нам было просто запрещено вступать в бой, потому что 5 тонн взрывчатки, шелезешь и не дай бог что-то случится. Поэтому проходили все эти перевалы на больших скоростях, ну и как удавалось уже. Не было задачи победить или уйти. Выполнили задачу, это когда мы выходили на операцию, да, была задача захватить караван, уничтожить караван, эта задача выполнялась. Войнам-интернационалистам вручили юбилейные знаки. В марте «Искитим» принимает первые всероссийские соревнования. На «Искитимский лед» вышли фигуристы. В город прибыли спортсмены из разных областей Сибири и Дальнего Востока. Всего в соревнованиях приняли участие 10 юношей и 22 девушки. Было первое на «Искитиме России». В прошлом сезоне здесь также было всероссийские соревнования. Много где было. Тяжелее стало кататься по новым судейским правилам. Раз, два, три. По традиции в марте «Искитимцы» провожают зиму. Вдоволь нарезвится и полакомится перед началом Великого Поста один из смыслов масленицы, чтобы встретить весну. А начиналась она, по мнению предков, когда прилетают скворцы. В «Искитиме» к их появлению приготовились сразу после масленицы. В парке разместили все скворечники, которые участвовали в городском конкурсе. Я хотел бы сейчас под ваши громкие аплодисменты повешать скворечник, который занял первое место. Не хотела отдавать, да? Не хотела? Нет. Ну, думаю, сейчас будут прилетать, потому что не стали делать скворечники, не стали прилетать. Будут делать, будут прилетать. Сто лет прошло с момента создания службы геодезии и картографии, и 19 лет с тех пор, как виделись на работе в последний раз. 141-я экспедиция была расформирована. Они составляли карты, обозначали координаты, по которым до сих пор ориентируются строители, летчики и другие специалисты, ведущие работы на местности. Это и ночевки под звездным небом, и работа в тяжелых условиях. Так что это, опять же, возвращается, это просто труд. Чем сильнее развивались технологии, тем меньше становился интерес к этим специалистам. Хотя раньше услуги геодезистов высоко ценили в различных государственных сферах, в том числе в Министерстве обороны. Когда пошли первые вот эти поезда с ракетами стратегического назначения, которые, кстати, сейчас опять начинают возобновлять, то мы на каждом полустанке развивали геодезическую сеть для того, чтобы ракета могла взлететь с этого места. Из пяти экспедиций Новосибирской области сейчас работает только одна – в Топках. Закончилась учебная четверть, а значит, наступило время открывать фестиваль. Авторской песни. Полторы сотни человек на несколько дней приехали в Искитим. Все они любят петь под гитару. Желаю, чтобы дни, которые вы проведете в нашем городе, остались в вашей памяти надолго. Искитим принимает фестиваль в девятнадцатый раз. Право исполнить первую песню отдается местному клубу самодеятельной песне «Вдохновение». И как нам жизнь не повернет, придет к нам март и через годы. В апреле ушла из жизни Людмила Бабичева. Она стала первым руководителем Искитимского отдела культуры. И за 18 лет работы положила начало многим традициям. В числе наиболее известных «День города» и «Ночь на Ивана Купалу». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Почетный работник культуры Новосибирской области. Ее имя внесено в Золотую книгу области в номинации «Верность призванию». Жители Искитима Сергея Маковского наградили медалью МЧС России за спасение жизни детей. В июле прошлого года мужчина вместе со своей супругой отдыхал на берегу Берди, недалеко от нелегального пляжа в индустриальном микрорайоне. Он услышал крики о помощи и вытащил детей из воды. Побежал, сразу увидел, где побежал. Там место плохое, оно там течение сильное, подводное. Камни, там глубина сразу резкая, сильное течение. Я когда нырнул, прям почувствовал сам по себе, что прям тащит сильно. За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на водных объектах медалью МЧС России за спасение погибающих на водах награждается Маковский Сергей Иванович. Сергей Иванович не является профессиональным спасателем или сотрудником других оперативных ведомств. Он работает сантехником. В апреле Искитим принимает известных музыкантов. В городе проходит арт-фестиваль. Классика в исполнении скрипача, виртуоза Вадима Репина и его друзей звучала на сцене городского дома культуры «Молодость». Как отметил сам Вадим Викторович, приехать в Искитим в этом году было его принципиальной позицией. Выступить здесь было для него важно. Настолько, что он случайно заменил собой Романа Симовича. Это я перепутал программу, извините меня, пожалуйста. Я влез вместо него. Потому что столько программ у меня было. И изначально мы так договорились, что будет квартет Брамса и будет саната Григо, которую я сыграю, потому что мне было неудобно не приехать в Искитим. Потому что, по-моему, какой-то год я пропустил лично приезд в Искитим. Поэтому для меня в этом году приоритет был самому быть здесь. На концерте звучала скрипка Йоганна Сабрамса, Эдварда Григо. Для Искитимцев выступили артистка Милена Симович и эволончелист Антонио Менезес. Весь вечер на фортепиано играл Денис Кожухин. Публика по шестилетней традиции искупала артистов в аплодисментах. Завершается ремонт Мемориала Победы. Подрядчики приступили к работе еще в конце 2018 года. Фамилии павших солдат стали более заметными. Стену поштукатурили, побелили. Установили 12 светильников. В темное время суток фамилии будут освещаться. Меняют и входную зону. На самом деле, чтобы хорошо отремонтировать, конечно, здесь надо заменить и плитку, на которой мы сейчас стоим, и подход к плитке, к самому памятнику. Это бы было очень красиво. Более миллиона рублей город потратил на ремонт Мемориала. Большая часть средств выделена из областного бюджета. Первомай пришел с холодной погодой. Праздничную программу сократили, но переносить не стали. 28 новых фотографий появились на городской доске почета. Это лица школьников, студентов, молодых специалистов и рабочих. Город открывает сезон ярмарок. Она проводится перед Пасхой. Поэтому искитимцам решили рассказать, как замесить тесто на кулич. В мае искитимцы вместе с миллионами россиян прошли в рядах бессмертного полка. Для тех, у кого воевали деды и кто проникся сутью этого праздника, это больше, чем выходной, который можно провести на даче с шашлыками. Из десяти искитимских участников войны в этом году на площадь пришел только Зиновий Журавлев. Еще один ветеран Алексей Лупарев прошагал в строю бессмертного полка с жителями микрорайона Ложок. Остальные встретили 9 мая дома. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, жди, когда наводят грусть в желтые дожди. Стихотворение Симонова стало для многих бойцов Красной Армии гимном, клятвая близкому человеку. Силу его воздействия искитимцы ощутили в полной мере, а затем гости праздника устремили взгляд в мирное небо. Сейчас над искитимом, в ознаменовании Дня Великой Победы, выполняется демонстрационный полет учебным самолетом с аэродрома Евсина. Улыбка, радость. Ну и там где-то песенки играют такие, и внутри. Наверное, мы изучали историю более подробно, чем сейчас ее изучают, поэтому у нас все как-то живее в душе. Вы знаете, кому в горле невозможно было подойти спокойно, без слез, это действительно святой праздник, один из главных. К празднику запустили акцию «Крылья Победы. Почему не должно быть войны?» Ответ на этот вопрос участники акции пишут на листе бумаги. Он свернут в форме птицы. Голубь символизирует мир. Ну, хоть все 50 тысяч, хоть вся Новосибирская область могут прийти, оставить свои послания. Конечно, не все они будут размещены на открытках, это физически невозможно, но мы их все сохраним, всех этих птичек сохраним, и каким-то образом используем в оформлении дальнейших выставок. К юбилею Победы музей планирует выпустить набор открыток. С одной стороны, будут фотографии героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы, а также информация о них. С другой – силуэт Голубя с текстом участника акции. В конце мая на одиночный пикет вышел житель западного жилмассива. Мужчина несколько недель стоял у здания администрации. Он требует сделать в микрорайоне тротуары. Проблема давняя и до сих пор не решена. Люди живут там десятилетиями. С 1994 года, если не ошибаюсь, заложили западный жилмассив. И с 1994 года администрации города не сделано ни одного метра тротуара, ни одного метра асфальтированной или бетонной дороги. Сразу это не сделаешь. Это все делается постепенно, полномерно. Потому что действительно, с Китим город большой, улиц частного сектора много. Жители обращаются. Мы по возможности все заявки исполняем. Конкретного ответа, когда начнется строительство тротуара в жилмассиве, Алексей Филиппов не получил. Примерно в это же время в Искитим приехал губернатор. Глава региона оценил промежуточные результаты реализации программы по благоустройству парка, побывал на цементном заводе и в городской больнице. Но в первую очередь поздравил будущих выпускников, для которых в мае звенит последний звонок. Ну, конечно же, я хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было побольше удачи и больше успехов, чтобы вы уверенно шли по этой жизни, чтобы вы успешно сдали экзамены итоговой аттестации и сделали свой правильный выбор. 30 воспитанников спортивной школы получили документы о ее окончании. Баскетболисты, футболисты, борцы греко-римского стиля, дзюдоисты, боксеры – этот перечень можно продолжать. Они покидают школу, но не спорт. Бывали и взлеты, и падения. Еще раз благодарю своего отца, потому что он мне, как сказать, помогал, настраивал меня, чтобы я не бросала. В числе выпускников 30 человек из 9 спортивных отделений. Многие ребята входят в состав областных и российских сборных. В Искитиме начинается реконструкция сквера героев трудовой славы. Порядка 5000 квадратных метров асфальта и около 3000 метров брусчатки предстоит уложить строителям за лето. Свой облик изменят все парковые дорожки. Появятся детские и спортивные площадки. Вместо старых деревьев в сквере высадят рябины и липы. Порядка 120 саженцев. В начале июня открывается новое бюро медико-социальной экспертизы. В помещении на больничной 42 удобнее будет всем. В помещении, где мы размещались раньше, у нас колясочек не мог проехать на коляске в тот кабинет, где принимали. И мы его смотрели либо на коляске в соседнем помещении, либо на руках с родственниками, переносили его на кушетку, чтобы качественно посмотреть. Бюро расположилось в здании бывшего магазина ДНС. Оно занимает 90 квадратных метров. Это в три раза больше прежнего. Одиннадцатиклассники из Китима приступили к сдаче единого государственного экзамена. Реже всего школьники выбирают географию и немецкий язык. Софья – единственная ученица из Китима, которая выбрала немецкий. Он нужен для поступления в ВУЗ. Письменная легче. Сто процентов. В УЗ на очень мало времени и надо очень быстро соображать. Первые сто баллов за ЕГЭ в этом году получила выпускница 11-й школы Анастасия Архипова. Она справилась не только с тестом, но и отлично написала сочинение, которое и вызвало самые большие трудности среди школьников. В истории 11-й школы это уже вторые сто баллов. Анастасия Фомина узнала о своем результате по русскому языку во время подготовки к выпускному балу. Я узнала на репетиции вальса. По телефону посмотрела и первая реакция. Я просто закричала от радости. Искитимец Артем Кисляков получил путевку на чемпионат России, став призером Сибирского федерального округа. За его 12 лет в тяжелой атлетике это случилось впервые. Это самый престижный, самый такой значимый турнир вообще в России. То есть отбор на чемпионат мира, то есть первый поедет на мир. Первая тройка это основной состав сборной. И первая шестерка, то есть с четвертого по шестой это резервный состав сборной России. Возможность встать на ставку, получать какие-то деньги. Радуют и дзюдоисты. Три победителя – серебро и бронза. Таков итог – участие в международном фестивале. Это одно из самых массовых соревнований в стране. У эскитимских спортсменов было около 900 соперников. Больше всего сложно мне морально. То есть физически я почти что вообще не устаю. Мне надо именно подготовиться морально к соревнованиям, чтобы настроить себя на победу, чтобы занять любое призовое место. Каждой тренировкой что-то новое изучаем, тренируем. Физическую какую-то форму набираем. Это все равно выкладывается из второго, вот как раз таки, в первое место. Успех очень большой для такого города, как наш маленький. Там такие, Красноярский край приезжает, допустим, и у них так же бывает. Три победителя, три призера. Так это весь Красноярский край. Мы тут городом эскитимом приехали. У нас три победителя. Один второй, один третий. Неожиданным для всех стало призовое место команды 11-й школе в президентских играх области. Третье место – это удача, уверен тренер. Мы очень рады, потому что на протяжении вот сколько я лет работаю, я пыталась выступать со своими детьми. У нас никогда такого результата не было. То есть для нас это была высокая вершина и достойная вершина. Лидирующие позиции эскитимцы заняли командой в шведке и в теннисе. Шведская эстафета – это когда несколько человек бегут на разной дистанции. Итогом могла стать поездка в Анапу, но результат, который получили, возможно важнее. Ребята хотят взять реванш и все же победить. Фотографии спортсменов появляются на баннерах города. При поддержке спонсоров запущен совместный проект управления образования и спортивной школы. Хотелось бы следующий этап – это уже полностью команды сфотографировать, уже с тренером. На юбилейном проспекте начинается ремонт дороги. Полтора километра полотна требуется заменить. Впервые в эскитиме применяют щебуночно-мастичный асфальтобетон. По сроку службы она раза в полтора, в зависимости от условий движения, она больше служит, нежели обычный асфальтобетон. Как исполняется федеральная программа в эскитиме, наблюдают в министерстве. В июне открывается детская игровая площадка в Центральном парке. «А что больше всего тебе понравилось? Качелька?» «Впечатления обалденные. Появилось настоящее место, где можно с ребенком прийти и спокойно посидеть даже в сторонке, зная, что она нигде там не убьется, не ударится, что здесь покрытие вообще просто прекрасное. И качели, и все здесь в парке никогда качели раньше не было. Вообще просто все прекрасно, нам очень нравится». Установлены скалодром, качели, горки и другие игровые формы. Площадка рассчитана на детей до пяти лет. Рядом разместились топиарии, белка, медведь и слон. В июне огласили приговор по уголовному делу Владимира Перфильева. В декабре 2017 года его пять детей сгорели в доме. Судебное заседание шло девять месяцев в закрытом режиме. Отцу дали три года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ходе расследования уголовного дела установлено, что отец детей самовольно подключился к электричеству и из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара. Кроме того, с января по декабрь 2017 года Перфильев, находясь в доме, систематически избивал своих детей. Сам Перфильев согласился с обвинением частично и подал документы на апелляцию. Суд не изменил решение. Сотни жителей города покупают в июне букеты не для праздника, а в памяти родных. 22 июня – это национальный день скорби. Только в Искитиме 9 тысяч семей отдали фронту самое дорогое, что у них было – своих отцов, детей, любимых и друзей. Память о тех, кто был там, одним словом, всегда это помним. Такое событие. Вот уже 15 лет Валентина Петровна приходит к памятнику дважды. Первый раз это происходит в 4 часа утра. В июне 41-го она жила в Запорожье. Ей было 3,5 года. О начале войны знает по рассказам мамы. Рассказывали о мужчине, которого прямо на площади разорвало, и рубки где-то были на третьем этаже, а туловище здесь. Это что такое было? Первая бомбежка. А бомбили нас так же, как и Киев. Ровно в 4 часа. Самолеты, которые не смогли пробиться в Киев, на обратном пути бросали бомбы на более-менее крупные поселения. Запорожье – крупный город. И нас бомбили вместе с ним. Впервые в истории Новосибирской области в Искитиме на школьном уровне проводят реконструкцию тылового обеспечения фронта. Виктор Волков готовится отразить атаку. Даже сидя в окопе под палящим солнцем, невозможно оценить, каким трудом нашим предкам далась победа, говорит школьник. Очень сложно. Сейчас солнце пекет, жарко. В каске. Каску даже трогаешь, она прям горячая. Одной задач полевого комбината была починка сапог. Ведь они быстро изнашивались. На таких пунктах также подгоняли одежду под солдат, латали дыры. Алина Рислинг сегодня в роли швеи. Мне просто интересно вернуться именно в то время, как про войну все узнать, самой побыть в этой одежде, поучаствовать в этом. В помощь хозяйкам стиральные доски, щетки, хозяйственное мыло. Это очень сложно, потому что было столько вещей. Каких вещей грязных. Это нужно было все постирать, чтобы люди надевали и было комфортно. В конце войны девушки, которые стирали одежду, даже получали боевые награды. А где стояли? Речка, лесок, где можно. И вот какая-нибудь часть прорывается. Девчонки хоть у корыта стоят, а у каждой, так сказать, пупыша или карабин был. Поэтому вот они достаточно хорошо себя проявили. И вот это вот девочки, которые, ну вот, незаслуженно забытые героини. Мы решили вот эту страницу восполнить. Прифронтовой лес – это полное погружение в историческое пространство. Здесь, уверяют организаторы, все взято из фронтовой жизни. Если ящики с боеприпасами, то реального веса. Если форма, то ношенная солдатом. Полевой узел связи оборудован рабочими приемниками. Цель – показать изнанку войны и ее быт. На Комсомольской площади проходит парад выпускников. В этом году из школы города вышло 17 медалистов. Я зашла вчера вечером на сайт. Я сначала закрывала все рукой, чтобы, ну, мало ли, там очень мало, чтобы мне сразу не пугаться. Я потихоньку убираю руку от там 100 баллов. Я была так, этому удивлена. Я несколько раз обновляла сайт, чтобы точно убедиться, что это мои данные, что я ни с кем не перепутала. Поддерживают выпускников, конечно, родители. Радость смешалась с грустью, признаются они. Теперь их дети на пороге взрослой жизни. Сейчас понимаю, что это миг. Когда пошли в первый класс, казалось, долго. А сейчас это все быстро. Все пролетело. Новые свершения и победы для них впереди. А сегодня в честь окончания школы выпускники танцуют вальс. Не прощаться, но все ждет. В июле эскетимцы подключились к сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Там несколько тысяч человек остались без домов. Есть погибшие. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ну, а русский познается в беде. Ну, естественно, мы решили все помочь. Вот Союз пенсионеров сегодня собирался, актив. Ну, вот все разбежали сейчас, кто что может принести. Ну, сейчас пройдемся по своим там. Постараемся, чтобы люди подошли, принесли. Все-таки какая-никакая. Хоть она небольшая, но она помощь. Уже в первый день после объявления сбора вещи стали приходить от организаций. Участвуют детские сады, школы, разные трудовые коллективы. И организациями везут, и люди приходят индивидуально, неравнодушные. Поэтому чувствуется участие наших эскетимцев в общей беде. В пятницу мы повезем в Новосибирск, загрузим машину, повезем. Там уже формируется эшелон, и будет это все централизовано, отправлено в Иркутскую область. После Купальской ночи в юбилейном сквере своровали 10 светильников. Стадиодные небольшие светильники 10 на 10, серый кронштейн был на них. То есть, ну, я не знаю, если кто-то, может, где-то видел, где-то валяется в кустах, может быть, нашел. Может быть, дети похулиганили. Тут как бы не поймешь. На самом деле, ну, скорее всего, просто их украли. Потому что, если похулиганили бы один-два бы оторвали, и все. Оторвали все. Благодаря неизвестным время работ подрядчика снова затянулось. Происходит подобное не в первый раз. Делают для людей, стараемся, делаем. Для чего-то ломают, переходят, бордюры ломают. Вагончики разбивают. В общем, вандализм какой-то. Периодически это происходит. То отметки сломают. В общем, много чего. Пакости. Программа ремонта многоквартирных домов в уходящем году охватила 4 дома. В центре индустриальном и Шапунова. У нас уже низ цоколь. Все обваливалось. Вы знаете, все, это шлакоблок, он разрушается. Намного красивее, конечно, стало. У нас оно все шелушилось, все отваливалось. Каждый год подделывали. Но оно потом все отваливалось как-то и некрасивый был. А теперь вы посмотрите, какая отделка красивая. Ну, думаем, что это, сказали, что это крепкий какой-то материал. В 2020 году у нас планируется замена лифтового оборудования на улице Комсомольская, 13. Также комплексный ремонт многоквартирного дома, 18 по улице микрорайона Центрального. Ремонт фасада и крыши на улице Чайковска, 47А. И крыша на микрорайоне Шипановском, 1. Краткосрочный план региональной программы разрабатывается оператором на текущий год. Очередность может двигаться, если комиссия и объект признаются аварийным и подлежит ремонту. Летом территория области попадает в плотную дымовую завесу. Дымка висит над регионом несколько дней, однако режим ЧС не вводится. Многие СМИ сообщают о том, что в области введен режим так называемого «черного неба». Однако в Искитиме специалисты это не подтверждают. Сегодня на селекторе показали нам спутниковый снимок, где распространяется вот этот смог от горения лесов в Красноярском крае. Ну и конкретно ничего не сказали. Единственное, что ждем, когда изменится ветер и отнесет этот смог куда-то в другую сторону. Искитимцы ощущают негативное воздействие дыма. Да, у меня щипят глаза, как бы слезятся. Ночью запах гаря четко ощущается. Конечно, ощущения неприятные. Ну, как бы выходишь с дома и запах прямо аж дает гарь. Получается, леса же у нас горят. Не ощущаю, не отражается. Единственный дискомфорт от отсутствия солнца. Лето, хочется тепла, хочется солнышка. Скитимцы помогают пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Двое студентов несколько дней находились в Тулуне. В составе волонтерского корпуса Вадим и Евгения помогали местным жителям. Лично у меня ожидания были не такие, потому что по телевизору и в интернете мы посмотрели один масштаб. А когда уже добрались туда, там уже было все намного хуже. То есть, естественно, половина города была затоплена, много разрушений. И когда мы приехали, все это увидел глазами своими, то, естественно, были шокированы немножко. В первые дни студенты фасовали гуманитарную помощь для жителей. Банка тушенки, сгущенки, потом каша и еще что-то. Была еще одна баночка, не вспомню. Потом пакет макарон, печеньки или вафли, вот что-то либо. И гречка. Евгения в последние дни отвечала за организацию быта волонтеров. Они жили на территории Аграрного университета в учебных классах. Подъем в шесть, отбой в полночь. Говорит, что рано уехали, поскольку Тулун вновь затопило. А волонтеров всегда не хватает. Ребята хотят создать отделение ВСКС в Искитиме. В августе Искитим встретил 302-й день рождения. Открылась торжественная часть выступлением театрального коллектива и массовой хореографической постановкой. Искитимцев с Днем города поздравил глава и гости праздника. Каждый город живет благодаря его душе и сердцу. Людям, благодаря тем, кто трудится. В нашем городе уже немало трудовых династий, внесших значительный вклад в становление и развитие города. Низкий поклон всем ветеранам и труженикам Искитима. Искитим, как и Берск, зеленый город. И мы дарим очень редкую породу сибирского кедра, выращенную в питомнике Берского лесхоза. Пусть растет во имя детей мира и добра. С праздником! В ходе торжественной части по традиции были вручены два нагрудных знака. Виктор Иванов и Ирина Порох получили звание почетных жителей. Ну, наверное, сравнимо, когда я присягу, наверное, принимал. Может, когда еще дети рожались. Я сегодня вспоминала абсолютно всех, вот когда я пришла в город, кто меня встретил здесь в школе и потом на дальнейшей работе. Училась у всех абсолютно. И поэтому это заслуга всех, что нас такими сделали. Для искитимцев был подготовлен концерт с участием городских и приглашенных коллективов. Завершился праздник впечатляющим огненным шоу и долгожданным салютом. В городском парке состоялась благотворительная акция «Собери ребенка в школу», организованная из Китимской епархии. Около 300 школьников безвозмездно получили учебные принадлежности и одежду. Особое внимание уделяют первоклассникам, а они пойдут в школу с новыми портфелями. В каждом необходимый набор тетради и канцтоваров. Деньги на эти вещи пожертвовал благотворительный фонд. Что-то принесли искитимцы. В рамках акции также раздали школьную и спортивную форму. На территории спортивного комплекса «Заря» открылась детская площадка. Канаты, веревочная лестница, горки, качели. Новые игровые формы первыми оценили южане. Я только что приехал. Я успел покачаться вот на этой качели. И как тебе качеля? Нормальная. Дерево есть дерево. И красиво, и эстетично, и приятно будет детишкам нашим присутствовать. Здесь вы видите, что и скамеечки есть, и, значит, вот такие вот бревно. И я думаю, что мы в дальнейшем понемножку что захотят детишки, что по интересу. Здесь можно песочницу, мы задумали большую такую, закрывающуюся. Возможно, круг какой-то. Возможно, пару простейших тренажеров. Взрослые дети, чтобы заниматься на площадке ГТО, как бы, 7-5 лет. Но когда мы приходим с семьей, допустим, я занимаюсь на стритбольной площадке, детям, конечно, интереснее будет, чем на турниках, покачаться на качельках, попрыгать на горках. Впервые за долгие годы в Искитим вернулся без вести пропавший участник войны. Письма родным от Василия Амбросова перестали приходить в 42-м году. Ничего не знали. Да, он ушел, и от него не было никаких известий. Смотрела по телевизору, когда смотрела, находили поисковые отряды. Смотрели и завидовали, что вот надо же, вот находят такие ребята молодцы. Что вот, ну, находят вот все это. Когда позвонили, ну, не поверила как-то. Неосмысленно все это было. Неужели правда? Неужели с нами произошло, что найдет наш дедушка? Узнать о судьбе солдата удалось благодаря поисковикам заставы святого Ильи Муромца. Они ведут работу на территории Смоленской области. Там, где в 41-м велась ельнинская наступательная операция. Останки Василия Амбросова подняли в районе деревни Петрово, Ельнинского района. Его похоронили на воинском кладбище в Искитиме со всеми почестями. На могиле нет фотографий. Ни одного снимка бойца не сохранилось. Школьные линейки прошли в Искитиме 2 сентября. Традиционно почетный круг совершают выпускник и первоклассница. Они дают первый школьный звонок. Выросло количество учеников, которые решили продолжить обучение в школе после 9-го класса. Всего же за парты сели свыше 7 тысяч человек. Из них порядка 850 первоклассники. Это максимальное число детей, которые приняли школу Искитима за последние 5 лет. Работники культуры Искитима стали победителями областной культурной олимпиады. Лишь в одной номинации из 13 наша команда не принимала участие. Искитимская команда взяла золото в отдельных номинациях. Лучшими были признаны квартет народных инструментов преподавателей детской музыкальной школы, театр «Сталкер», городской музей за лучший выставочный проект и дуэт Анны Негевичи и Екатерины Москвиной в номинации «Хореография». Помимо этого в копилке работников культуры два серебра и две бронзы. Сразу несколько новых детских площадок появились в разных микрорайонах Искитима. Они строятся благодаря общественным инициативам. Искитимцы объединяются в ТОСы, создают проекты, выигрывают гранты и в течение лета занимаются их реализацией. У нас освоена сейчас только наполовину и только часть участка, который нам выделили. Мы освоим, там еще у нас две трети, вот впереди Бурьянт, Тайга, Искитима. Мы все это будем осваивать до конца. Хорошее футбольное поле, у нас там будет танцевальная площадка для девочек. В Искитиме программа поддержки территориальных общественных самоуправлений действует уже второй год. В основном за счет этих средств в городе благоустраивают детские игровые и спортивные площадки. Искитимский боксер Вороздап Макартычан одержал очередную победу на ринге и в уходящем году стал чемпионом России среди профессионалов. Весной свое чемпионство он подтвердил еще одним боем. Эту победу спортсмен называет самой значимой. Проверяют, если, например, вы оправдали надежды, они дальше ставят им такие бои и смотрят. Я, во-первых, для себя прошел эту проверку, потому что мы опасались больше. Серьезный такой соперник, то есть нелегко нам это все удалось. И когда соглашался, я тоже думал, стоит ли вообще сейчас. Но не было выбора, пришлось согласиться. Тренируется Вороздап самостоятельно. Начался его спортивный путь семь лет назад в спортивной школе. В планах спортсмена выступить за рубежом. В Искитиме стартует экологическая акция «Посади дерево». Каждую осень сотни горожан становятся участниками этого проекта. Ощущения отличные, конечно. Я ощутил незабываемые эмоции, так скажем, что я нес свой вклад в развитие дерева, посадил его. Деревья привиты, все хорошие такие уже деревья. То есть это не просто там кустики какие-то, а уже деревья полноценные. Акция проводится отделом экологического и земельного контроля при поддержке городской администрации. К ней подключились предприятия и горожане. Молодые деревья появились уже на территории спорткомплекса «Заря», на придомовых территориях, рядом с молодежным центром, на жилмассиве «Ясный». Больше всего саженцев высадили в городском парке. После его реконструкции здесь продолжают пополнять зеленый фонд. У себя высаживали кедры и дубы. Дубы уже посажены, остались кедры. Кедров было шесть штук. Мы четыре у себя посадили. Два в парк памяти будущим жителям Искитима. Все-таки это красиво, это экологично. Ты первый раз деревья садишь? Да. Понравилось тебе? Да. Что самое сложное было? Копать. Двое из кедры получили квартиры в доме на Ясном. Иван и Виктория находились под опекой близких. У них нет родителей, но уже появляются свои семьи. Снимали жилье. Снимала я. А жилье сейчас снять дорого стоит. Мы сами из Берска. Жили там, снимали. Ну и все. Сейчас уже свое. Иван получил квартиру этажом выше. С семи месяцев мальчика воспитывает его родственница. Конечно, буду помогать. А как? Естественно. Что же он еще молодой мальчишка? Хорошая квартира по сравнению. То есть, вот как в лошках эти, я вам хочу сказать, это просто рай. В этом году из категории детей-сирот получили квартиры четверо. А в очереди еще полторы сотни человек. Почти половина из них не просто имеет право, а нуждается в жилье. Еще в одном дворе из Китима завершились работы в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В конце сентября во дворе дома на станционной 1А прошло торжественное мероприятие по случаю завершения благоустройства территории. Благоустройство двора ждали два года. Летом работы начались. Здесь появилось сразу несколько площадок. Поставили тренажеры, территорию двора огородили. Границы между парковкой и игровыми зонами стали заметны. Такой дороги у нас никогда не было. У нас вообще сложный дом, сложный грунт очень. И у нас всегда была проблема с дорогой. Нам такую дорогу сделали, прям катятся машины. Все жители выходят и говорят большое спасибо за такое исполнение. На благоустройство двора ушло порядка 8 миллионов рублей. Это самый масштабный проект за три года участия города в федеральной программе. Искитимка Ольга Халявина стала участницей конкурса «Невская краса». Он проводился в Санкт-Петербурге. Это фестиваль для инвалидов-колясочников. Ольга в инвалидном кресле почти 20 лет. Переехала из Иркутской области в Искитим несколько лет назад. Признается, что именно здесь ее жизнь стала активнее. Начала заниматься спортом, участвовать в спартакиадах. Случайно узнала про конкурс «Невская краса». Нужно было проходить домашние задания первое, потом домашние задания второе. И по итогам этих домашних заданий я вышла в финал. Вот меня туда пригласили. А в финале это уже было просто как развлекательное, неразвлекательное для нас. Но и в финале пришлось потрудиться, представить видеовизитку, национальный костюм, поставить танец. Ольга стала победителем в номинации «Леди оптимизм». В октябре состоялось официальное открытие сквера и дороги на Юбилейном проспекте. В текущем году Искитим совместил в одном микрорайоне реализацию двух проектов. Впервые, говорит глава, ремонт прошел без особых волнений. Подрядчик отработал грамотно, сроков не нарушил и движение ни разу не перекрыл. Федеральными средствами дело не обошлось. Город тоже понес затраты на благоустройство остановок. Допустим, в рамках контракта национального проекта был произведен ремонт проезжей части, нанесена разметка, заменены светофоры, обустроены пешеходные, но для полноты картины требовалась еще замена остановочных павильонов, обустройство заездных карманов, и администрация пошла на дополнительные затраты. Дорога и парк Юбилейного проспекта благоустраивались одновременно. В правительстве области это называют синхронизацией. Говорят, что пока это редкое явление. После реконструкции сквер стал ярче и многолюднее. В 8 утра мы все, вот 6 человек там занимаемся. Когда хорошая погода, вообще все занято здесь. Со временем проекты становятся более интересными. В отдельных парках Новосибирской области в этом году установили карусели. Я вот недавно была в северном районе, где открывался тоже парк. Вечером включили иллюминацию, чтобы посмотреть, как все работает. Вы не представляете, сколько там было народу. А время было где-то в районе 10-го часа. И дети не уходят домой, они играют, родители их оттуда, можно сказать, приходят, чтобы забрать. Проект по благоустройству сквера юбилейного не завершился. Он рассчитан на два года. На следующий год мы сделаем освещение парковыми светильниками, тоже всей территории парка. И установим новые лавочки и урны. Мемориальная доска в память об эскетимце Александре Егорове открылась в городе. Он погиб 33 года назад в Афганистане, когда прикрывал группу солдат. Посмертно Александр был награжден орденом Красного Знамени. Он ушел на службу, будучи студентом. Открыть мемориал решили в филиале строительного монтажного колледжа, где он обучался. У нас в Ташкенте родственники живут. Мы привезли ему одежду и увезли его в самоволку. И вот он, там в Ташкенте такой аэропорт, и он стоял во весь рост. Вот так вот руки раскрыл. Единственное, он говорит, я ничего не боюсь. Он чувствовал, что он не вернется. Я только боюсь, что после меня никого не останется. Живите за меня. Александр награжден медалью за отвагу и орденом Красного Знамени посмертно. Памятную доску разместили в холле монтажного колледжа. Здесь Александр Егоров учился до армии, но так и не успел получить мирную специальность. 30 лучших воспитанников военно-патриотических клубов юно-армейцев из Китима приняли участие в мероприятии, которые посвятили столетию оружейного конструктора Михаила Калашникова. Молодежь демонстрирует навыки пользования его автоматом. Полезно, потому что мало ли какие случаи в жизни происходят. Плюс большинство людей идут в армию, где тоже пригодится. Нормативы ребята выполняют на полной копии автомата АК. С ним школьники встречаются довольно часто в патриотических клубах и на соревнованиях. Полная копия. Единственное, они не могут стрелять боевыми патронами. Они для этого не предназначены. Автоматы используются АК-74У. О, это укороченный. Поэтому у них складные приклады. Вот они нажимаются, и приклад складывается. Лучшие отмечены подарками, грамотами и благодарственными письмами от областного союза Калашникова. В Искитиме начала работать первая модельная библиотека. Реконструкция проводилась на средства, полученные в рамках нацпроекта «Культура». Открывать новое пространство приехали представители министерства и руководители проектного офиса. Право разрезать ленту предоставлено директору библиотечной системы, главе города и активному читателю Артему Зароченцеву. Парень несколько раз заходил в библиотеку, пока вели ремонт. Эта библиотека очень красивая. Мне она очень нравится. Она поменяла свой интерьер и стала более красивой. Появились много множественных книг. Когда мы говорим про новые модельные библиотеки, мы говорим про будущее. Про место, где детям прежде всего должно быть интересно. Интересно общаться, интересно проводить время, интересно узнавать новое. У нас запланировано уже в ближайшие два года, в этом году и в 2020 году, всего шесть библиотек уже точно модельных у нас откроются. Но город Искитим опередил все другие города Новосибирской области. Побывать в космосе, прокатиться по морю, посмотреть пейзажи, поиграть и даже запустить самолет и половить белок. Все эти возможности есть у пользователя шлема. Создается ощущение полного погружения в атмосферу картинки. Создано место и для маломобильных искитимцев. Если человек плохо видит или не может владеть рукой, ему помогут. Знаете, вот люди, которые со вставными лицами, они даже, когда я с ними разговариваю, все равно иногда очень плохо слышат. Вот это специальный аппарат, я его ставлю, чтобы он нам не мешал, сбоку стоять. Ему что-то говорю. Он ловит мой голос, дает очень сильный электромагнитный сигнал, который шифровывается в аппарате у этого. То есть я говорю спокойно, и он меня так же нормально слышит. За время действия национального проекта планируется создать 660 подобных пространств. Это очень мало. Поэтому сейчас некоторые регионы формируют собственные программы, чтобы делать модельные библиотеки за счет областных средств. Первый в эскетиме кадетский класс открылся в третьей школе. Предложение о его создании поступило от руководства. Родители идею поддержали. 19 мальчишек и девчонок произносят клятву. Им вручают удостоверение. Кадет все-таки дает детям подобную жесткость, строгость, еще что-то. Они привыкают к порядку. У них там 7,45 каждый день эти планерки, назовем их так, построения, строевые, марши. И занятость их в школе с 8, наверное, до полпятого. Постоянно, если ты знаешь где, ничего делают, занимаются чем-то полезно. Уроки в таком классе проходят по обычной школьной программе. Учителя обучают их так же, как и в остальных. Главным отличием является воспитатель. Он занимается со школьниками после уроков. Решается главная проблема – занятость учеников. Здесь в основном на учащихся этого класса возлагается двойная нагрузка. Прежде всего, это общеобразовательная школа. И дополнительное образование как раз по знанию уставов, стрельба, военная подготовка. В общем, военно-прикладные виды спорта. 5-й Ка в третьей школе – первый опыт для эскетима. Ранее кадетских классов не было. В ноябре эскетим приветствовал участников областной акции «Золотое сердце России». В город приехали представители девяти районов Новосибирской области. Каждый муниципалитет представил несколько династий, основателями которых стали женщины. Эскетимский союз готовил акцию полгода. Впервые за всю историю жизни «Золотого сердца» в Новосибирской области финал встречает наш город. Эстафету и символ события передает Каргат. Мы столько открыли женские судьбы, трудных, интересных. Мы столько узнали новых семей, династий. И очень хочется, чтобы эта очень хорошая акция, замечательная акция, шагала по Новосибирской области еще долго-долго. И еще многие женщины получили это высокое звание «Золотое сердце России». Каждый год акция проводится под определенной темой. В этом году фронтовые и трудовые династии. В следующем акцию посвятят юбилею Победы. Союз женщин Новосибирской области с сегодняшнего мероприятия начинает акцию «75 лет Победы». И праздники, эти чествования должны пройти в каждом районе, в каждом селе. В финале праздника эстафету социальной акции «Скитим» передает представителям Карасукского района. В городе отмечают День матери. Торжества проходят во всех школах и детских садах. В детском саду «Ручеек» устроили литературный бал. 15 басен выучили ребята. К этому делу приобщили пятерых мам. Они читали стихи вместе. А в Центре дополнительного образования решили выбрать супермаму. Участницы смогли продемонстрировать свои таланты, отдохнуть от повседневной рутины и насладиться аплодисментами. Здорово, адреналин, конечно, работает в этом направлении. Немножко волнительно, немножко все новое, но здорово. Все получилось, все хорошо. Я благодарна организаторам этого конкурса. Мы с дочками в восторге. В «Скитиме» открылась выставка, которую можно одновременно смотреть в двух измерениях – в реальности и в мобильном приложении. 40 экспонатов выставки «Православное наследие» были оцифрованы. Вы наводите на икону, и там справа есть такое вот «О экспонате». Вы открываете, и вся подробная информация об экспонате открывается. Те кружочки, которые на иконе, допустим, это так называемые точки интереса. Это когда можно что-то дополнительное, наиболее интересное узнать о сюжете иконы, например, из истории сюжета икона. Или, например, о деталях иконы, например, поручи у Богородицы, что это такое. Или, например, омофор, что это такое. В Новосибирской области пока только из Китимски музей разместил на артефакте свою выставку. На спорткомплексе «Заря» установлены тренажеры для кардиотренировок и силовых упражнений. Появился скалодром, рукоходы и так далее. Есть зоны и для занятий инвалидов. Вот это место специально сделано для инвалидов, колясочников и просто инвалидов, потому что у них есть в нормах сдача метания мяча шестиметровой позиции и определенные мишени. А вот эти приспособления, напоминающие рули машины, это специально сделанные тренажеры для разминания рук. Площадка для комплекса была готова еще осенью. Он обошелся в 3,5 миллиона рублей. Сюда вложены областные и федеральные средства в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». Откроются весной после завершающей стадии монтажа. Два автомобиля скорой помощи пришли в автопарк больницы. Новый спецтранспорт оснащен современным оборудованием. Дозатор. То есть во время транспортировки человека в областную больницу, в клинику Мишалкина, мы можем вводить дозированно жизненно необходимый препарат. Вы видите современные носилки, дополнительные ящики с реанимационным оборудованием. Здесь есть небулайзеры, электроотсосы. Вот, электроотсос. В общем, эта машина просто радует, и мы готовы работать. В этом году в автопарке три новых кареты скорой помощи. Они появились в рамках национального проекта здравоохранения. Стоит отметить, что эскетимское отделение скорой медицинской помощи обслуживает почти 90 тысяч человек. Эскетимцы готовятся встретить Новый год. В городе объявлен конкурс на лучшее праздничное оформление. Было подано более 30 заявок. Кто мне сегодня подергал за ухо, у того целый год будет сопутствовать удача, успех и, конечно же, крепкое сибирское здоровье. 26 декабря открывается елка. В этом году новогодний городок Эскетима стал менее снежным. Установлены надувные фигуры, появилась новая горка. Звени, звени, ребячий смех, греми салют хлопушками, радость всем вокруг дарит, наша елочка горит. Мы сами выбираем, о чем вспоминать, что смотреть, кого слушать. В уходящем году все больше россиян стремились уйти от плохих новостей и найти в мире информации позитивные сообщения. И они убедились, что в этом мире еще есть место добру и чуду. До встречи в новом 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова